Итак, давайте знакомиться. Мне 36 лет, замужем, три сыночка, лапочка, дочка. Вот, наконец-то, у всех дни рождения отстрелялись. Теперь можно заниматься полностью бизнесом. Смотрите, время – это удивительно, действительно вещь. Его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждешь. Это самое первое, кого не спроси. Все, в принципе, всегда говорят, что у меня времени нет, у меня времени нет. То есть сложно кому-то рассмотреть какие-то новые возможности просто потому, что времени не хватает. На самом деле время у всех есть, просто большую часть мы это время тратим впустую. Особенно сейчас, вот сейчас рассмотрим. Поэтому, как чаще с тобой бывает, ты управляешь временем или время тобой? Если ты не управляешь временем, то время управляет тобой. Все правильно ведь? Поэтому давайте разбираться, куда у нас уплывает время, да? Есть эффективное время. Если даже распределить по времени, бывает время, которое нам нужно выделить. Вот просто нужно в течение дня по-любому время выделить на эти вещи. Что для нас важно, да? На начальном этапе нужно обучение. Поэтому нам нужно находить время для самореализации. Важно, если нет возможности, читаем книги, аудиокниги, либо слушаем вебинары. Это обязательно запланируйте. Потому что без недавно, вот слышала видео, скинув чаты, очень понравилась фраза. Вот кто, говорит, вкладывает в свой мозг, он по-любому, в любой момент может открыть дело, которое принесет ему доход. Вот очень интересная фраза, что самое главное, вот у нас почему-то не заведено так, чтобы вкладывать себя, вкладывать именно в саморазвитие. В основном что-то где-то поучили когда-то, там школа, институт, и, ну, в лучшем случае, что-то еще, может быть, когда-либо почитают, может быть, сходят куда-то, и все. Здесь, что классно, у нас есть возможность, у нас выступают классные спикеры, тем более сейчас каждый понедельник, поэтому запланируйте себе это время, 10 часов каждый понедельник. Помимо этого, у нас есть переписки, и это надо запланировать. Что еще? Успешный старт, все это мы тоже планируем, это вот надо выделить по-любому, все скайп, обучение, обучение партнеров, самообразование и рекрутинг. Поэтому вот кто есть, к вам вопрос, поделитесь, что из этого списка вы уже делаете. Вот что есть такое, что вы не делаете, да, допустим. Давайте с обратной связью пообщаемся. Что вы делаете из эффективного вот этого времени? Используете ли вы эффективно свое время или все-таки больше неэффективно время проводите? Давайте, пишите. Помимо этого, сейчас я расскажу, пока вы пишете. У нас есть так называемое поддерживающее время, но вот без этого мы никак и не стоит вот это время у себя отбирать. Вот так называемое поддерживающее время, да, это сон. Поэтому здесь тоже важно не переусердствовать. Бывает тогда, когда мы жертвуем сном во что-то, да, можно единожды, допустим, какой-то там план горит, можно немножко у себя немножко сон забрать. Но в основном все-таки хотя бы, чтобы 6 часов сон был, лучше в другое время вы по-любому найдете, если вы сейчас проанализируете свой день. Также прием пищи, оплата счетов, отдых, путешествие, уборка дома, походы по магазинам, приготовление пищи. Все это у нас, это поддерживающее время, да, согласитесь, это есть. Отлично. Книги, чаты, все из списка, да. Отлично. А вот смотрите, теперь неэффективное время. Вот неэффективное время, если еще раньше вот у всех был телевизор, и он реально многих поглощал, сейчас у многих телевизора нет. Либо, ну, там как-то используют. Вот у меня телевизора нет. Вот. Но зато есть у нас интернет, и очень часто делая вроде бы основное дело, да, либо знакомишься с людьми новыми, интересными, можно так зависать на страничке, пролистывая ленту, не заметишь, как реально уже час, а часа и нет. Это вот как раз то неэффективное время. И вот здесь вот надо быть внимательными. Как внимательными? Если сами не можете себя ограничивать, ставьте напоминание, может быть, себе на телефон, может быть, вот мне нравилась тоже такая штука, один день вот просто проанализировать, чем вы занимаетесь. Можете каждые 15 минут, может быть, хотя бы каждый, пусть будет полчаса, потому что, наверное, 15 минут устанете. Вот просто ставьте напоминание, напоминание приходит, допустим, на телефон, что я сейчас делаю, вот что я сейчас делаю, о чем я думаю, эффективно ли я использую свое время. Или опять ушли в переписки, в лайки, просмотры какие-то ненужные, да, поэтому цените свое время и используйте правильно. Далее. Пустая болтанья по телефону, да. Бывает, телефоны реально затягивают. И есть такие люди, которые долго общаются. У меня такие тоже есть. Я стараюсь, конечно же, ставить какое-то ограничение, но очень часто сейчас нам, в принципе, легко прервать разговор. Допустим, если поговорили, уже основная информация, в принципе, уже ясна, да, а можно сказать, что параллельно кто-то еще звонит. И это, в принципе, действительно так. У меня, допустим, мама тоже очень любит поболтать, но она знает отлично, что я часто, ну, уже привыкла ко мне, что в среднем разговариваю, там, допустим, сколько-то времени. Я маме так и сразу говорю, мам, у меня все, мне звонят, давай я тебе потом перезвоню. Главное перезвонить и договорить об этом. Вот, поэтому не, вот, цените свое время, ставьте ограничения по телефону, просто по какой-то болтовни, вот, действительно. Главное, что будет основная конструктивная часть, если вот есть разговора, дальше уже фильтруйте. С этим пробежались. И вот теперь, когда вы проанализируете, опять же, свое время, насколько вы тонете в неэффективном времени, да, теперь задача забрать это время и использовать полноценно. То есть мы берем не из сна, да, не из отдыха, а именно кто, допустим, зависает в ленте или кто-то зависает, может быть, телевизоры, или там кто-то, может быть, в каких-то новостях, в каких-то чатах. Сейчас, ну, вот, действительно, с одной стороны, интернет – это здорово, но очень часто мы используем информацию вот не так, как надо. И это сложно, потому что у нас, ну, просто с космической скоростью информация к нам поступает, и важно ее хорошенько фильтровать. Это надо еще уметь. Поэтому какие бывают планирования, да? Планирование бывает долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное. Почему важно планировать? Вот вообще, если спросите кого-то, вот наверняка себя на 25 лет мало кто видит. Ну, или если вот так сравнивать мои родители, да, у меня отец, ну, всегда говорю, вот, выйду на пенсию, уеду в деревню, там, курочки, цветочки и так далее. То есть самый такой вот план, какой может быть долгосрочный, это, скорее всего, выйду на пенсию, буду отдыхать и ничего не делать. Чтобы так вот конкретно был какой-то план на долгий срок, мало кто может об этом сказать. В лучшем случае есть примерно, мы сейчас ставим, да, целен хотя бы на год, да, но все равно в среднем надо распланировать. Поэтому пишите, давайте, у кого есть на 15 лет, у кого на год, а у кого есть краткосрочные. Делитесь, давайте. Есть кто у нас на 15 лет вперед, за года вперед? Очень важно иметь план и на неделю, и на день, и на каталог, то есть на каждые три недели. Поэтому это часто говорят, что это как-то сложно, это как-то неинтересно, да, все распланируешь и как-то скучно жить, потому что, ну, там, я не знаю, это как-то скучно. Действительно, если у нас есть планы, мы уже примерно смотрим, что мы успеваем, что мы не успеваем, и пустого времени не будет. Если у нас нету плана, просто не заметишь, как день пройдет, ничего не останется в сухом остатке, вот ничего нет. Вроде бы и день прошел, там, допустим, отпуск прошел, а ничего мы не успели, да? Вот. Поэтому поехали дальше. Никто не написал? Краткосрочная. Все, отлично. Честно, у меня на 25 лет тоже нет планов. То есть пять лет у меня есть, но дальше размыто, если честно. Вот. Формула успеха в Арифлейм. Постоянный рекрутинг – это как первая правильная застегнутая пугница. Эта фраза у меня вообще зашла очень хорошо от Эдуарда Васильева, я ее услышала. И даже сейчас, когда у меня ребенок одевается, да, то я ему и говорю, вот, обрати внимание на первую пуговицу, правильно застегнул, все, и ждет тебя успех, правильно застегнется вся у тебя рубашка. Поэтому у нас тоже постоянный рекрутинг – это как первая правильно застегнутая пуговица. И если здесь вот дисбаланс, то и не будет хорошего движения, а все-таки рекрутинг – это реально двигатель. И если здесь будет барахлить рекрутинг, то будет барахлить бизнес сам по себе. Развитие активности и развитие лидерства – это вот формула успеха. Теперь смотрите, как мы планируем свой день. Есть четыре вещи, на которых мы можем сконцентрировать внимание. Кто-то говорит, там шесть. Но давайте возьмем вот четыре. Четыре основных дела выделите для себя и составьте план на день. Первое, что большую часть мы тратим, 50% на день. Смотрите, кто-то может уделять бизнесу два часа. Делите это время. Кто-то может четыре часа выделить. Тогда делите это время. Кто восемь часов, соответственно. 50% мы тратим на рекрутинг. Если есть возможность на рекрутинг потратить два часа, допустим, вот четыре часа возьмем, часто мы говорим, три-четыре часа в день уделяем. Два часа мы будем тратить на рекрутинг. То есть это 50% времени. Далее это сопровождение, чтобы не просто зарегистрировали, не просто пригласили людей и забыли. Это важно еще и сопровождение. И также ежедневно где-то полчаса мы уделяем на создание личного товарооборота. То есть это к вопросу к тому, что сложно ли создавать товарооборот. Вот представьте, если вы полчаса времени будете уделять на личный товарооборот ежедневно, я думаю, что в течение трех недель ЛТО в размере 6 тысяч рублей, всего 6 тысяч рублей вы сделаете без вопросов. Если уделять этому времени за 21 день всего два часа, то да, наверное, никому ничего не надо окружению. Но если полчаса в день поставят такую задачу, то это решаемо. И также вебинары. Очень часто многие думают, что все уже знают, что вся информация известна, но согласитесь, когда мы даже один и тот же вебинар смотрим, но в разные, даже, можно сказать, в разное настроение, этот вебинар нам заходит по-разному. Совершенно по-разному. И очень часто бывают инсайты. И у меня есть такие вебинары, мои любимые, которые я просматривала 20 раз, это точно. Потому что первый раз мы слушаем и очень многие моменты пропускаем. И я очень часто пересматриваю, соответственно, и книги я часто перечитываю. Вот, в принципе, у меня муж такой, он вообще, наверное, перечитывает по несколько раз, может, все наизусть уже знает. Поэтому это хорошая привычка пересмотреть еще раз и выделять время на вебинары, на обучение. Ну вот, смотрите, какая-то абракадабра. Очень зашла эта тема у меня. Патрик Инн придумал вот как раз вот эту систему в виде часиков. Не запатентовала, она активно сейчас разошлась в интернете. Но она наглядная такая штука, где мы можем выделить и часиками. То есть мы можем посмотреть. Сейчас я вот сделаю вот как раз. Вот кому писать, кто писать не любит, есть сектограф. Классная штука. Я ежедневно туда вношу. Что классно? Во-первых, выделяется каждый сегмент, можно выделить цветом. Если вы визуал, оно вообще зайдет. Эти часики можно выделить, вот этот календарик, который получается, выделить к себе на, как обои сделать, да, на главную страничку телефона. И у вас всегда перед глазами ваш план на день. То есть визуализация полная. Вы ставите основные цели. Помимо этого, хорошо сектограф с Google календарем сочетается. И те, какие у вас есть события даже в календаре, приходят уведомления, как смс-ка. Приходят на телефон, приходят вот такие уведомления. И вы хотите, не хотите, вы по-любому это не пропустите. Что я как еще использую это? То есть, допустим, если мы звоним, либо просто прозваниваем структуру, и кто-то говорит, допустим, перезвоните через полчаса, через час, вот сами, вот по-любому забудем. Вот у меня было, ну, часто такое. На свою память не стоит рассчитывать, когда реально очень много информации у нас. Поэтому заносим сразу в календарик, ставим плюсик, вон там снизу, справа в нижнем углу есть плюсик. Добавить новое событие. Добавить новое событие, допустим, созвон с таким-то, с таким-то, допустим, ставим в 15.00 и наполнить за 15 минут. То есть это еще напоминает. И не проблема, допустим, в 17.00 тут же приходит мне напоминание, что надо позвонить этому человеку. И в течение дня не пропускается, ну, в принципе, никакое событие невозможно пропустить. И также, если добавили, зарегистрировали нового человека, сразу проставьте в этот календарик на три дня вперед, допустим, первое собеседование, там, второе собеседование, третье собеседование, и вы не забудете этого человека. Особенно, когда, если регистрации много, можно забыть, кого зарегистрировали, он просто уплывет. Поэтому вот такие, такой вот календарик, реально вот список дел, визуальный список дел, виджет, он, ну, у меня, по крайней мере, это сейчас классный помощник. Так я, конечно, люблю и записывать, но просто не всегда я могу взять надписи, допустим, с собой. А так телефон у нас всегда рядом, поэтому напоминание приходит. Поэтому берите в пользование, скачайте сектограф. Классный, очень классный инструмент. Так, переходим к планированию, как мы планируем каталог. Каждый партнер, который пришел у нас на бизнес, он у нас создает личный товарооборот. И личный этот товарооборот, и личный этот товарооборот 150 баллов. Как сделать 150 баллов, если раньше просто не делали? Ну, вообще, вот для меня вот 6 тысяч – это реально… Вот просто есть задача создать товарооборот в 6 тысяч рублей. Всего 6 тысяч рублей. Не в 600, там, не в 100 тысяч, а всего 6 тысяч рублей. Как это можно сделать? Делим на части, да. Делим на недельку, вот это 50 баллов, это где-то 2000, да. И один день, то есть это 7 баллов ежедневно. По сути дела, выбираете любой продукт, который есть в этом каталоге. Тушь, либо сейчас вот зубные пасты, да, реально классные, свежесть дыхания практически весь день. Хотите, рассказывайте просто о зубной пасте и ежедневно в течение полчаса, когда я говорила. И по-любому, если вы полчаса уделите этому времени каждый день, кто-то у вас заинтересуется этой зубной пастой. Соответственно, делаем цель маленькими шажочками, да. И также групповой товарооборот. Групповой товарооборот разделяете на веточки, на группы, делите на недели, на день. И, соответственно, стремитесь, смотрите, как вы записали, все ли у вас получается. И рекрутирование. То есть ставите сами, какие у вас планы. Допустим, если в месяц нужно 6 ключевых партнеров, чтобы расти, да, соответственно, за неделю 2 ключевых партнера. И в день мы отрабатываем где-то 10 контактов, если там по теплому, 20 контактов, если на холодном рекрутинге. Поехали дальше. Теперь планируем уровень директора. Самая первая ступенька 150 баллов. И ее можно сделать, в принципе, сразу же в первом каталоге, просто организовав свой товарооборот, личный товарооборот. Если вы сами научитесь, соответственно, вы научите и своих партнеров. И эту ступеньку можно пройти сразу со второй ступенькой, если найдете в своем окружении еще двоих, да, сами 150 баллов сделали, если двое из вашего окружения, вот вы только пришли, но в вашем окружении вот по-любому есть 5 человек, хотя бы двое есть, которые вам доверяют. И если вы к ним позвоните и скажете, что я серьезно настроен на бизнес, да, и здесь вот такие-таки выгоды, первые два, они вот, ну, пойдут. Ну, вот реально, вот, когда я сама зарегистрировалась, я позвонила сразу троим, сама вообще не разбиралась, если честно, но тем не менее они зарегистрировались сразу. Просто зарегистрировав, они, ну, помогли им, да. Можете помочь? Да, конечно, самое ближайшее наше окружение, оно нам поможет. Это вот 6%. Ну, а 9%, соответственно, либо 6 человек новичков приходят за хазом, 150 баллов, либо смотрите сами, с 50 баллами или 100 баллов по стартовой программе. Стартовая программа у нас другая. Выбирайте сами. И дальше все здесь вот реально хорошо по математике все видно, если математически разложить, как это можно сделать, как можно выйти на уровень менеджера 12%. Это свое, вот 150 мы делаем, и дальше делим снова на кусочки, помогаем двум партнерам, которые выходят на 9%. Соответственно, они шестерых новичков, да, приглашают, либо их новички там сколько-то приглашают, и они, выйдя на 9% автоматом, то есть мы действительно, помогая другим, помогаем себе, выходим на новый уровень. И менеджер также 15%, то есть дальше вот эти две веточки ведем, они выходят на 12%, мы выходим на 15%. Ну и директор, смотрите, сами, если вы приходите и любите, я не знаю, растянуть удовольствие, да, и если вы сами делаете только 50 баллов, то, представляете, к вам будут приходить партнеры, наверняка они будут вас повторять. Почему они будут вас повторять? Потому что мы притягиваем подобное к подобному. То есть меня пригласила Оля Нестеренко, да, она делала 250 баллов. И на начальном этапе, во-первых, я не была знакома с продуктом, мне было очень интересно, как же она делает эти 250 баллов. Я каждый раз спрашиваю, ну как же ты, Оля, делаешь эти 250 баллов? И то есть, в принципе, не так долго я тянула кота за хвост, и, честно, не помню, когда я сделала 150 баллов, но я проходила по стартовой программе, и, по-моему, там уже то ли во втором каталоге я 150 сделала, то ли сразу, честно, вот не помню. Но видя своего партнера, какие он дает результаты, мы подтягиваемся, и мы реально притягиваемся. И если мы видим, что наш партнер, допустим, сам не делает вот эти баллы, то есть, если он не будет делать 150 баллов, как наши партнеры будут делать, ну вот никак. Если мы помогаем партнерам, партнеры будут потом в дальнейшем помогать своим партнерам. Вот. И, понимаете, они будут повторять. Если мы сами чувствуем, вот не знаю, на каком уровне это объяснить, сама себя вот иногда вот думаю, анализирую, мы реально притягиваем подобное. И если мы боимся вот чего-то, внутри у нас страх перед этим ЛТО, это все чувствуется на подсознательном уровне, и когда новичок приходит, откуда мы знаем, что ему эти 150 баллов? Да может быть, он с легкостью сделает их и даже не будет заморачиваться. То есть, также у меня был один партнер, я ей рассказала про это, она такая, а я раньше была в Reflame, я вообще 300 баллов делала с легкостью. Вот. А я про это даже не знала, потому что она сидела, ничего не заказывала. Просто здесь надо поработать с человеком, показать все эти нюансы. Действительно, если у нас есть страхи в голове, то это вот как-то вот заразно и передается партнерам. Поэтому просто для себя надо поставить цель, что мы делаем 150 партнеров, и по-любому в наше окружение оно будет делать 150 баллов. Ну, как минимум, сначала стартовая программа пройдет, а потом дальше. Потому что здесь очень хорошо видно, как мы будем расти. Если к нам приходят партнеры, которые нас повторяют, рост будет быстрее. Если они будут повторять не так, как хотелось бы, у нас будет рост медленнее. Да, я по стартовой программе шла. Потому что подарки же, от подарков кто отказывается. Теперь запланируйте колесо навыков партнеров. Здесь, смотрите, вот опять же мне колесо, я вообще визуал, поэтому мне нравится, когда вот так вот картинка передо мной лежит, и я понимаю, к чему надо идти, к чему надо стремиться. Концентрируемся. Регистрация в день, но я не ставлю задачу вот прямо вот регистрацию. Если я вижу, что человек лучше посидит, подумает, я даю ему подумать. Но очень часто бывает, что и контакты скидывают, но я жду, может, и не надо. Вот, дальше. ЛТО в нулевой день – это уже, ну, реально, как это, как молитва у нас в первый день каталога, как аффирмация, да. Почему выгодно ЛТО в нулевой день? Приобретая самое лучшее в нулевой день, мы никогда не будем жаловаться, что нам что-то не хватило на складе, и какие-то новинки мы, допустим, пропустили. Особенно это актуально в следующем и втором каталоге. И запланируйте в нулевой день, поставьте себе напоминание. Я своим девочкам сказала, поставьте напоминание в 11-12, там во сколько откроется каталог. Вот в первые же минуты открывайте, запланируйте, что вы уже возьмете во втором каталоге, уже сейчас запланируйте. И берите в нулевой день пылесосы, смартфоны, кто там что-то там еще хочет. Берите обязательно, чтобы потом не плакаться, смайликов, чтобы таких зареванных не было, что вы не взяли, не успели. Запланируйте. У меня даже мама уже знает, она во второй каталог знает, что она будет брать, потому что она захотела соковыжималку. И она уже знает, что она в третьем каталоге будет брать, потому что там кальций с скидкой, витамины для волос и ногтей со скидкой. Я уже от мамы узнаю. Вот, поэтому, можно сказать, я ей показала, как можно планировать покупки на второй, на третий каталог вперед, и теперь она меня учит. Вот, поэтому также учите партнеров, чтобы они смотрели и действительно брали по реально классным акциям. И в нулевой день самые интересные акции брали. Планируйте вебинары. Вебинары надо посещать, надо смотреть. Каждый спикер несет, во-первых, свою энергетику, свою подачу информацию. И каждый говорит вот по-своему. Все равно. Сама для себя скажу, вернее, выбрала, что когда просмотрела только семь презентаций бизнеса, именно бизнеса, для меня вот реально я прочувствовала презентацию изнутри, поняла ее. Казалось бы, с первого раза все понятно. На самом деле ничего не понятно. Поэтому смотрите вебинары разных спикеров обязательно. Активность в чате. Здесь я вот сравниваю. Это то же самое, что когда мы разговариваем с кем-то, с собеседником, а он молчит нам, ничего не говорит, даже не кивает, согласитесь, вы этот разговор быстро закончите, потому что нет обратной связи. Также если нет активности в чате, ну, представляете, там всегда один и тот же человек говорит, это как-то скучно. А когда так все набежали, партнеры пообщались, это действительно более живой чат становится, что ли. Поэтому участвуйте в чате активно. Самообразование книги, да. Ну, это вот даже я не знаю об этом. Реально, кто знает эту информацию, тот владеет миром. Поэтому мне кажется, вот именно тот, что хорошо в Reflame, то, что здесь невозможно закиснуть, то, что здесь нет такого вот болота, которым можем мы оказаться в обычной жизни, потому что там нет потока новой информации. Здесь всегда и везде очень много информации, просто невозможно не наполнять себя. Выбирайте только, что вам интересно, и обязательно получайте нужную для вас информацию. Поздравления партнеров отдельно выделите, потому что даже мы Рей говорили, да, что надо хвалить, восхищаться нашими партнерами. Быть может, это его язык любви, именно вот некоторым не хватает именно ласки, да, что приятные слова сказали. Вот представляете, у вашего нового партнера на работе там, я не знаю, очень такая сложная атмосфера, а вы хвалите этого человека, уделяете ему время. Он сразу же поймет, что здесь как-то теплее, здесь как-то уютнее, и захочется остаться и разобраться. И обучение партнеров. Обучаем, делимся информацией, ничего не хомячим, даем информацию. Вчера фраза, да, зашла Долженко, правильно сказал, что есть теория изобилия. По-любому ресурсов очень много у нас на земле. Не жадничайте, делитесь своей практикой. По-любому, как бы, если вы думаете, что вы поделитесь своим наикрутейшим методом рекрутинга, который еще никто не знает, и у вас всех партнеров заберут, такого не будет. Поверьте, что именно ваш партнер, ваш бриллиантовый партнер, он придет именно к вам, на вашу энергетику, именно на вашу харизму. К другому он просто не пойдет, поэтому делимся. И четкие цели ставим для себя и стремимся это сделать. И анализ дня, потому что одно дело запланировать, а на самом деле часто очень... Ну, я планирую всегда чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше. И если я сделаю меньше, ничего страшного. Если бы я запланировала меньше, да, то я и выполнила бы меньше. Но все равно надо проанализировать день, проанализировать рекрутинг, да, где лучше. Как лучше начать рекрутировать? Главное – начать. Вот главное – начать. Вот посмотрите, как у вас зайдет. Очень классный рекрутинг, ребят. Вот тест-драйв – это вообще, наверное, самый лучший рекрутинг. Я как раз пришла с тест-драйва, Оля меня пригласила на тест-драйв, который провела Надя. И завтра будет как раз презентация от Надежды Санниковой с ее энергетикой. И смотрите, вот как я сейчас хотим как раз мы рассылку сделать. Это закрытый чат, да, там всего 150 или 164, по-моему, участников. Не все туда смогут попасть. Просто напишите, позвоните лучше своим знакомым, так и скажите, что есть закрытый чат с интереснейшей информацией дополнительного дохода, но туда пускают только, если приведем мы друга. Вот пригласите своих друзей завтра на тест-драйв к Надежде Санниковой. Вы увидите, когда вы скажете, что эта информация там ценная, да, что-то интересного, человек зайдет и будет слушать эту информацию. Вот. А там либо он сразу включится, либо включится после. Поэтому самый лучший метод рекрутинга все равно это теплый, так или иначе. Вот. Да. Поэтому. Как я успеваю все? Планирование. Все очень просто. Я встаю в 5 утра. Конечно, я вырубаюсь, если честно. Днем я вырубаюсь, меня просто уже вырубают. В час я ложусь спать на 15 минут, ставлю специальную программу на 15 минут сон. Если будет больше, то сложно проснуться. А 15 минут сон я очень быстро высыпаюсь. И все, я снова в тонусе. Во-первых, я выбираю отдельно, вот был вебинар по поводу выбирайте сами время, когда вы потенциально будете полезны, да. Вот. Соответственно, с утра, когда встаешь, ну вот реально, когда встаешь с утра, энергии больше, чем если вы разоспитесь, дадите себе возможность поспать до 8, до 9, ну не вариант. То есть все выходные, которые были, новогодние каникулы, я встала самое поздно в 7 утра, это 1 числа, потому что мы были до 2 часов, справляли, да. Вот. Поэтому в 5 утра встаю и ложусь, стараюсь ложиться в 11 часов, но бывает задерживаюсь до 12. Как успевать с детьми? Я делегирую. Я делегирую своим детям. Они у меня более самостоятельные, чем все остальные. Мы уже практически с первоклассником не делаем уроки, то есть я ему доверяю. Также я совершенно не смотрю уроки своих детей, я просто им объяснила, что это их жизнь, и они сами решают, как ей распоряжаться. То есть если они где-то что-то пропустят, ну это их реально проблема. То есть я, если чем больше мы опекаем партнеров ли, детей ли, в принципе, тем мы лишаем их лидерства. Также и детей. Если я буду контролировать чересчур их, они не будут самостоятельными. Поэтому дети у меня полностью старшие делают задания сами. Естественно, я вообще не смотрю. Я удивляюсь, что в чате, в родительском пишут до сих пор, что задали. Я вообще не знаю, если честно. Поэтому, когда на родительском собрании говорили о каких-то там готовых домашних заданиях, я вот этого не знала. У меня дети это не видят, не смотрят. И тем не менее они участвуют на всех олимпиадах. Вот. И учатся хорошо. Вот. Потому что они самостоятельные. Также у меня и младшая дочка, ей три года. И тем не менее, если младше, то ли мальчишки были. Она у меня в три годика, она сама одевается. Она сама натягивает колготки, я сама. То есть я специально пораньше, чтобы она одевалась. Потому что со старшими было такое, что я их быстрее-быстрее одела и быстрее надо бежать. Здесь нет. Вот больше самостоятельности. То же самое партнеры, как дети. Дети, как партнеры. Больше делегирования, больше доверять им. Соответственно, и они будут. Потому что мне самой, ну, меня так вот воспитали, что лучше сделать все самой. Почему мне здесь сложно было. Это уже вообще другая тема. Почему мне здесь было сложно на первом этапе. Я индивидуальный предприниматель, я все брала на себя. А здесь реально классная система. То, что просто надо делегировать, делегировать, доверяй партнерам. Ну, действительно, классные лидеры приходят. Не надо их убивать своими, своим, чересчур, как это называется, не задушить главных своих партнеров. Я этому учусь. Потому что, ну, люблю я все сделать, взять свои в руки, чем ждать. Ну, люблю поторопиться. Это есть такое. Ну, работаю над собой. Вот. Это вот такая основная тема планирования. Я думаю, что было полезно. Очень рекомендую взять вам сектограф в практику и создать свой вектор твоего будущего сам. Потому что если вы не запланируете, вы будете блуждать и говорить, придумывать разные отговорки. Ну, реально отговорки. А если вы запланируете и будете придерживаться и будете анализировать, то у вас появится и время, чтобы совершить такие огромные возможности. Поэтому всем спасибо. Спасибо также за вопросы. Очень рада, что было полезно. Спасибо.